Привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Multifinance и в этом видео я хочу рассказать о том, что такое франшиза в страховании и что такое франшиза в страховом брокерии. Для того, чтобы разобраться между этими двумя понятиями, слово-то одно, франшиза, нужно, конечно, начать сначала, что же такое франшиза именно в страховании. Франшиза в страховании это та сумма, которую вам не будет возмещать страховая компания в случае наступления какого-либо ущерба. Ну, допустим, у вас франшиза 5 тысяч рублей, наступает страховой случай, ущерб у вас 100 тысяч рублей. Но страховая компания вам заплатит 5 тысяч рублей. Понятно, что бывают еще условные, безусловные франшизы, но сейчас не об этом. Сейчас я хочу рассказать больше именно о франшизе в страховом брокерии. Это новое такое понятие, новое явление, и как раз это нужно именно для тех, кто собирается запустить свой собственный бизнес, стать страховым агентом и страховым брокером. Итак, для этого мне понадобится, чтобы рассказать вам, для этого мне понадобится рассказать про франшизный бизнес компании McDonald's. Ну, может быть, для вас это секрет, а может быть, для многих это и не секрет. Что McDonald's во многих точках мира развивается с помощью франшизы. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что он не собственный им открывает рестораны, а он дает технологии, бренд, бизнес-процессы и так далее, и так далее. Франшиза-получатель, он инвестирует деньги, нанимает сотрудников, управляет им всем, но действует строго в соответствии с теми бизнес-процессами, которыми навязывает ему McDonald's. Платит разовую плату за подключение франшизы и McDonald's и плюс еще платит royalty, то есть ежемесячные, ежегодные, там, как конкретно работает McDonald's, я не знаю, но, собственно, франшиза так построена. И здесь, собственно, всегда бизнесмены могут выбрать два пути. Либо создать свою ресторанную сеть, настраивать все бизнес-процессы, вкладывать деньги в развитие бренда и так далее, и так далее, или могут купить франшизу у McDonald's. Тогда им достается уже развитый бренд, люди в большинстве случаев вообще не понимают, что это франшизный бизнес. Я, например, первую свою франшизную, франшизную McDonald's увидел на Украине, в Крыму, там, я не помню, в 2003 или в 2004 году, потому что на чеке было написано ИП, там, Иваненко или какое-то такое, что-то подобное, региональное предпринимание. И тогда я вспомнил теорию про франшизы и понял, что на Украине именно, в Крыму был именно франшизный McDonald's. В России же очень долгое время все рестораны, они принадлежали самой компании McDonald's. И вот я слышал там краем глаза, краем уха о том, что где-то за Уралом начали появляться франшизные проекты в России и у McDonald's. Но это точно не подтвержденная информация, да? Так вот, сейчас на страховом рынке, в страховом брокерах появилось такое явление, что некоторые компании начали предлагать свои франшизы. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что под их брендом, под их брендом, вы можете открыть в своем регионе компанию страхового брокера. Вам дадутся маркетинговые материалы, вам дойдутся бизнес-процессы и так далее, и так далее. И вы выходите на этот рынок уже как бы с серьезной компанией. Но есть здесь одно большое, 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 но по сравнению, по сравнению с франшизой от McDonald's. В чем она заключается? В том, что на сегодняшний день нет ни одного страхового брокера, ни одного страхового брокера в России, который имеет настолько большой авторитет, чтобы его знали по всей России. Даже частично в России нет. Вообще страховой брокер для многих-многих-многих клиентов в нашей стране, которые страхуются многие годы, там, страхова, в Росгострахе, прессе и так далее, и так далее. Это вообще откровение. Они даже не знают, что такое бабушка-агент Росгостраха. Да, для них это понятие, это термин известен. А вот страховой брокер нет. Поэтому, когда вы планируете выход в своем регионе с чьей-либо франшизой, за которую надо платить очень много денег, потом еще платить ройалти, я на текущий момент это вам не рекомендую. Почему? Потому что, первое, бренда нормального, серьезного нет. Во-вторых, в каждом регионе нужны свои бизнес-процессы. Свои бизнес-процессы. Они отличаются. Общее, конечно, да, все очень похоже. Но когда начинаешь конкретно компать, бизнес-процессы сильно отличаются. Как находить людей по-разному, в каждом горе разные сервисы работают. Как продавать, да, где только покупают из-за офиса. Видите, тут про Монзорец поговорили, вот он и поймут. В каком-то регионе продажи через офис идут, в каком-то регионе через интернет, в каком-то регионе идут по рекомендациям и так далее. Все очень-очень по-разному в нашей России. И самое важное, самое интересное, что бизнес-процессы, построенные тем или иным отделом продаж страховой компании, филиалом, он тоже выстраивается по-разному. Нет такого брокера, который заключил соглашение со всеми страховыми компаниями во всей России. Везде там ему кланятся, везде подписывают соглашение. Такого нет. Поэтому, когда вы будете брать франшизу, вам тупо все равно придется идти в страховые компании и там с ними договариваться, там с ними договариваться, подписывать соглашение. Они то будут это делать, то не будут это делать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому, здесь очень-очень много вопросов, почему и зачем это нужно делать. Зачем это нужно делать. То есть, фактически, те деньги, которые вы платите за франшизу, вы могли бы потратить спокойно в разработку, отдать деньги специалистам, которые разработали бы вам сайт, разработали бы вам торговую марку, разработали бы вам, внедрили бы CRM-систему. Что там у нас еще интересного есть? Бизнес-францессы, торговая марка, да, привлечение клиентов настроили бы через Директ, Гугл и так далее, и так далее. И это бы вам на сегодняшний день получилось бы бесплатно. Да, многие говорят, вот эти франшизы, они еще и предлагают, они еще и предлагают привлечение клиентов. Друзья, так привлечение клиентов вообще предлагают тьма компании, которые со страхованием, со страховым брокерами вообще никакого отношения не имеют. Понимаете? Поэтому все это можно подключить, все это считается всегда в штуках, каждую лиды, в каждой заявке и так далее. Поэтому если сейчас вы посмотрели это видео, и что там вам осталось непонятным, то первое, вы можете задать вопрос в комментариях, а второе, вы можете прийти на мой бесплатный тренинг. Ого, у нас тут Харе Кришна, Харе Рама, ничего себе, отжигают они. А нет, это не Харе Кришна, просто вот промоушен, да, да, да. Вот лучше делайте такой промоушен, чем будете покупать франшизы, не имеющие бренда, не имеющие силы на вашем локальном рынке. Меня зовут Кирилл Рыбасов, если вы еще не подписались на мой канал, то, пожалуйста, подписывайтесь. Если вы не участвовали в моем бесплатном тренинге пятидневном, ниже этого видео найдите ссылочку, записывайтесь, приходите, и все это подробно обсудим. Все, всем счастливо, пока-пока. Да, еще очень важное дополнение, Макдональдс, Макдональдс компания, настолько крупная, настолько сильная компания, что она может любого франшизополучателя вынудить соблюдать все бизнес-процессы, все до единого бизнес-процессы. А ваш франшизодатель может, соответственно, дать бренд, дать название, но не контролировать то, как работает франшиза в каждом регионе. И может получиться так, что вы будете развивать этот бренд и делать все хорошо и качественно, а ваши, соответственно, коллеги в других регионах, в которых тоже выдана была франшиза, они будут делать работу плохо, исследовательно убивать репутацию, исследовательно все отзывы плохие будут доставаться, в том числе и вам. Понимаете, вы этот процесс не сможете контролировать. И ваш франшизодатель, скорее всего, тоже на текущем этапе развития тоже это не сможет. Будут ли проекты серьезные в будущем, через пару лет, через два, через три, через семь лет? Да, вполне может быть. Например, какой-нибудь банк крупнейший с хорошим брендом Тиньков или еще кто-нибудь запустит такого страхового брокера и будет развивать его по франшизной модели. Хотя именно с этим я очень сильно сомневаюсь. Тогда да, к этому можно подключаться, с этим можно говорить. Бренд для России серьезный и интересный. Но то, что есть сегодня на текущий момент, лучше и интереснее создать свою собственную компанию, придумать логотип, придумать название, создавать свой собственный бренд, развивать его и получать от процесса удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин